Система правоохранительных органов Антону Эммануиловичу Дивиеру. Это было в далеком 1718 году. Этот год и есть год образования полиции в России. Надо сказать, что первое государство, в котором появилась полиция, это Франция. Это еще 1668 год. И прошло 50 лет прежде, чем появилась полиция у нас. Мы знаем, что Петр I много ездил по различным государствам, изучал устройства тех стран. И вот там уже была во многих странах достаточно хорошо сложившаяся полицейская система. Поэтому он решил, что пора учредить полицию и у нас в России. Надо сказать, что функции у полиции были такие. Во-первых, конечно же, борьба с уголовной преступностью, надзор за общественным порядком, санитарное и противопожарное состояние. То есть полиция ходила, следила за тем, чтобы вовремя чистили дымоходы, дабы не было пожаров. Чтобы вовремя убирались помещения, чтобы не было никаких эпидемий. А так как именно Петр I перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург, полиция должна была следить за тем, как укрепляется город на берегах него и как он строится. И вот первый штат набрал полицейский дивер Антон Эммануилович. Конечно, очень интересная фамилия, очень интересная история этого человека, поучительная. Петр I привез его из Голландии, тогда он заметил очень сметливого, шустрого мальчонку, взял его к себе, был денщиком вначале у Александра Даниловича Менщикова, потом Петр I взял его к себе в денщики. Этот человек из простого мальчонки дорос до того, что стал первым начальником полиции. Полиция также должна была следить, чтобы вовремя тушили свечи в окнах, чтобы никаких гуляний не было ночью, кроме знатных персон. Полиция следила, чтобы ничем не торговали, особенно питьем, как тогда говорили. И, вы знаете, Петр I учредил для этих лихих людей, а слово «преступник» и «преступление» возникло только в 1721 году, а до этого это было всё лиходейство, лихие люди, которые творили, понятно, да, лихие дела. Так вот, для этих лихих людей было 103 вида наказаний. Очень распространена была смертельная казнь, то есть людей вешали, накол сажали, четвертовали, колесовали, фальшивомонетчиком заливали раскаленный металл в горло. Ну, в общем, жутко, конечно, было. И надо сказать, что ещё одну смертную казнь, расстрел, вёл исключительно Пётр I. И ещё обратите внимание вот на эту фотографию. Петром I была введена, учреждена медаль, на которой было большими буквами написано «За пьянство». Сама медалька весила почти 2,5 килограмма. А теперь представьте цепь, которая должна была держать эти 2,5 килограмма. И, конечно же, ободок. В общей сложности это было почти 7 килограммов. И человек должен был носить ни много ни мало полгода, как минимум, эту медаль. Причём всегда она должна была носиться поверх одежды и летом, и зимой. И когда человеку снимали эту медаль, у него настолько искривлялись шейные позвонки под тяжестью этой медали, что всю оставшуюся жизнь он ходил с опущенной головой. Более того, продавцы спиртного по заданию полиции регулярно провоцировали человека выпить, как бы мы сейчас сказали, на халяву. И вы представляете, вот осталось человеку 2 недели до конца, а он соглашался на радости. И его вновь с этого момента приговаривали опять на 6 месяцев. Ношение этой медали. Но говорят, что охотников особых носить в второй период этой медали не было.